Уважаемый зритель! Причем в среде криминалитета, так ценящего грубую силу, вор в законе плотник сохраняет свой авторитет, будучи инвалидом, ограниченным в передвижении, у него ампутирована одна нога. Да и вообще его часто называют фартовым, и правосудие с ним обходилось каждый раз чрезвычайно мягко, без присуждения к многолетним срокам, и в жестоких покушениях на его жизнь он чудом оставался невредим, и конкуренты за столь долгий срок не смогли потеснить его на посту главного законника Воронежа. Юности первой их отки родился Олег Иванович Плотников 31 июля, в 1964 году, в российском городе Воронеж. О его детских годах и семейном окружении известно немного, сам он не делился этой информацией публично, вероятно, был он обычным, не слишком успешным и точно не рвущимся к образованию и карьере пареньком. В 19-летнем возрасте, в 1983 году, он получил первый срок за хулиганство, по меркам уголовного мира, не такой уж ранний возраст для первой отсидки, тем более по столь несерьезной статье. Но неспокойный характер юноши привел к тому, что за неповиновение режиму при пребывании в колонии он получил надбавку срока, вторая судимость настигла его уже в 1984 году. Получение контроля над Воронежем и коронация Колония стала своеобразным университетом для Олега Плотникова. Там он влился в местное криминальное сообщество, заводил связи и окончательно связал свою судьбу с незаконной деятельностью. В 1989 году его выдвинули на должность смотрящего за правобережной частью Воронежа, особенность местной топонимики такова, что город естественным образом разделен на две части рекой. А уже в 1991 году Плотник получил воровскую корону от законников Захара и Расписного. Роковая дискотека 1997 год выдался крайне неудачным для Плотникова. Тогда Олега с компаньонами угораздило ввязаться в типичную, но обернувшуюся жуткими последствиями ситуацию. Они просто зашли на сельскую дискотеку в одном из поселков области, в Репивском районе, и вступили в перепалку с местными парнями. Однако дело не обошлось простой дракой, у Плотника был при себе огнестрел, и он совершил несколько выстрелов. Один из выстрелов стал смертельным, Олег Плотников ненароком осуществил убийство. И прежде чем его задержали, он уехал, сочтя за лучшие скрытия на несколько лет. Так, разумеется, его объявили в розыск, но, самое главное, мокруха без достаточных на то основании весьма пошатнула его репутацию как вора в законе. Именно то, что Плотник старался никак не обнаруживать свое местонахождение, и сыграло с ним злую шутку, у него развелась гангрена ноги. Почему так произошло? Сам Плотников впоследствии утверждал, что это было заражение от незажившего ранения, полученного в перестрелке, но, есть информация, что на тот момент законник был человеком, постоянно употребляющим наркотики, которые вводятся внутривенно, и то ли использовал грязный шприц, то ли шернулся нечистым раствором наркотического вещества, и на тех стадиях, когда ногу еще можно было спасти, боялся обращаться в клинике. Когда же состояние ноги стало совсем плохим, то врачи не смогли предложить ничего иного, как ампутацию конечности. Конфликты за пост смотрящего по Воронежу. В 2000-е годы Плотнику пришлось отстоять свою должность смотрящего, на нее всерьез посягал матрос, лидер организованной преступной группировки, действовавший в левобережной части города. Матрос хотел полного контроля над Воронежем и не гнушался ни убийствами соратников Плотникова, ни покушениями на него самого и его близких. Тогда были расстреляны несколько человек, среди которых были не только бандиты, но и тренер по боксу Литвинов, считавшийся смотрящим по Воронежской области, вставленником Плотника, и тренер местного хоккейного клуба «Вторников». На самого Плотника покушались дважды. Первый раз, в 2003 году, ОПК матроса подложила под дом, где проживал Плотников и его мать, старый фугас времен ВОВ. Но раритетность взрывчатого устройства подвела организаторов теракта, снаряд не разорвался. Второе покушение 2004 года также оказалось неудачным, удивительно, но одноногий Плотников сумел тогда выбраться из обстреливаемой машины и самостоятельно уйти, не получив пулю. Конец бандитским разборкам в Воронеже положили правоохранительные органы, ликвидировав ОПК матросова. Поговаривали даже, что их, в общем-то, устраивало наличие в городе такого смотрящего, как Плотник. Раскоронация по подозрению в крупном хищении из общака в 2015 году, осенью, произошла история, которая всколыхнула всю криминальную общественность и которую еще долго припоминали Плотнику. Его лишили титулов вора в законе на сходке, где присутствовали очень уважаемые люди, Шакра Курт, Пичуга, Солома и другие. Причиной этому явилось подозрение, что Олег Плотников израсходовал целых 10 миллионов долларов из воровского общака, само по себе, весьма серьезное обвинение. Тут с того и пояснить, что в Воронеже Плотник был единым смотрящим и единственным постоянно пребывающим в городе вором в законе. Соответственно, он и должен был единолично быть хранителем регионального общака. Но как бы ни был влиятелен местный смотрящий, он все равно не имеет права распоряжаться этими финансами полностью по своему усмотрению. Отвечающий за общак вор всегда должен суметь отчитаться за эти общие деньги перед другими ворами. Всплыла эта история потому, что у Плотникова произошел конфликт с блондином, уважаемым законником. К тому же, перепалка произошла в присутствии Пичуги, и тот встал на сторону блондина. А еще один свидетель конфликта, вор Забава, и предложил устроить сходку авторитетов, на которой в итоге и произошла раскоронация. Но Плотникову повезло, прошел всего месяц, и тот же Шакра вернула ему титул. Официальная версия, по причине того, что растраты общака не было, и Плотник сумел это доказать. Плюс, сыграл роль значительный авторитет Шакры Молодого, на тот момент самого влиятельного вора на всем постсоветском пространстве. Кто знает, сумел бы Олег Плотников восстановиться в титуле, если бы Шакра не сделал этого в тот момент, через несколько месяцев самого Шакра Молодого надолго посадили. И он перестал заниматься решениями подобных вопросов. Судимости от ситки Плотника кроме ходу к 1983, 1984 и 1992 годов, каждый раз по году, Плотников был осужден в 1996, 1999 и в 2011 годах. В эпизодах 1996 и 1999 годов фигурировали убийства, но суды не давали Олегу сроки дольше года, снимая тяжелые обвинения, отчасти, из-за его инвалидности. А в 2011 году у него нашли наркотики. Семья и дети Олег Плотников, вопреки старым воровским традициям, женат и имеет сын и дочь. Что интересно, сын законника работает в правоохранительных органах. На сегодняшний момент Олег Плотников пребывает в добром здравии, на свободе, и по-прежнему контролирует криминальный мир Воронежа. Раскоронация по подозрению в крупном хищении из общака в 2015 году, осенью, произошла история, которая всколыхнула всю криминальную общественность и которую еще долго припоминали Плотнику. Его лишили титулов вора в законе на сходке, где присутствовали очень уважаемые люди, Шакра Курт, Пичуга, Солома и другие. Причиной этому явилось подозрение, что Олег Плотников израсходовал целых 10 миллионов долларов из воровского общака, само по себе, весьма серьезное обвинение. Тут с того и пояснить, что в Воронеже Плотник был единым смотрящим и единственным постоянно пребывающим в городе вором в законе, соответственно, он и должен был единолично быть хранителем регионального общака. Но как бы ни был влиятельен местный смотрящий, он все равно не имеет права распоряжаться этими финансами полностью по своему усмотрению, отвечающий за общак вор всегда должен суметь отчитаться за эти общие деньги перед другими ворами. Всплыла эта история потому, что у Плотникова произошел конфликт с блондином, уважаемым законником. К тому же, перепалка произошла в присутствии Пичуги, и тот встал на сторону блондина. А еще один свидетель конфликта, вор Забава, и предложил устроить сходку авторитетов, на которой в итоге и произошла раскоронация. Но Плотникову повезло, прошел всего месяц, и тот же Шакра вернула ему титул. Официальная версия, по причине того, что растраты общака не было, и Плотник сумел это доказать. Плюс, сыграл роль значительный авторитет Шакры Молодого, на тот момент самого влиятельного вора на всем постсоветском пространстве. Кто знает, сумел бы Олег Плотников восстановиться в титуле, если бы Шакра не сделал этого в тот момент, через несколько месяцев самого Шакра Молодого надолго посадили. И он перестал заниматься решениями подобных вопросов. Судимости от ситки Плотника кроме ходу к 1983, 1984 и 1992 годов, каждый раз по году, Плотников был осужден в 1996, 1999 и в 2011 годах. В эпизодах 1996 и 1999 годов фигурировали убийства, но суды не давали Олегу сроки дольше года, снимая тяжелые обвинения, отчасти, из-за его инвалидности. А в 2011 году у него нашли наркотики. Семья и дети Олег Плотников, вопреки старым воровским традициям, женат и имеет сын и дочь. Что интересно, сын законника работает в правоохранительных органах. На сегодняшний момент Олег Плотников пребывает в добром здравии, на свободе, и по-прежнему контролирует криминальный мир Воронежа. Подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк.